друзья мои всем пламенный привет из солнечной не очень жаркой шикарная погода во флориде надеюсь вы ну кто-нибудь из вас и зрителей приедет и посетит замечательную флориду свой отпуск там новогодний или после новогодний полюбуется атлантическим океаном или мексиканским заливом и насладиться теплой солнечной погодой такой шикарным климатом так вот кому понадобится при том когда вы приедете автомобили в аренду для всей семьи для чемоданов для всего обращайтесь ну или кто переезжает например тоже обращайтесь покупка автомобилей кстати вот этот автосалон я показывал мы здесь уже не один раз это вот chevrolet ford вообще большая группа компании грейко и мы с ними сотрудничаем они в принципе легко делают кредитование когда у вас еще нет кредитной истории и вы только недавно получили social поэтому обращайтесь поможем с кредитами либо поможем приобрести автомобиль и за кэш в том числе и покупка автомобилей и отправка вашей страны также вы можете с вами связаться телефон telegram instagram все у меня как бы есть ну что обзор цен как всегда и сегодня я хочу вам показать несколько классных вариантов автомобилей я недавно кто смотрел про апокалипсис это компания которая делает тюнинг на всевозможные машины здесь вот готовые тюнингованные машины тут нас ford это у нас 250 350 это лариат комплектации но он затянут 6 7 power строк это один из мощнейших автомобилей напоминают для тех кто не в курсе 1500 2 500 3 500 ни в коем случае не означает объем двигателя это у пикапов классификация по грузоподъемности так заведенного в америки было сразу с появлением пикапов что все пикапы классифицируется но это в фунтах поэтому переводите примерно килограмм и конечно уже давно грузоподъемность увеличилась но тем не менее классификация осталось и вот мы сейчас с вами посмотрим я уже как-то показывал harley-дэвидсон это тоже тюнинг это по-моему нас 250 сейчас посмотрим где там и я показываю него цену это для больших-больших поклонников компании harley-дэвидсон я так понимаю для любителей наверное в большей части и те кто не только на мотоцикле еще и возит за собой мотоцикл повсюду ну и вот хочет управиться таким пикапом сумасшедшие красивые машины куча всевозможных шильдика посмотрите какая крышка багажника с огромным логотипом harley-дэвидсон выдавленным на пластике она покрашена в цвет кузова очень очень классный вариант по моему если не ошибаюсь это 2500 и я где-то показывал даже цену вот сейчас у нас они тут здесь есть все хорошо значит я стараюсь вам всегда показать цену значит 120 тысяч то тотал мсрп прайс мсрп прайс друзья мои не путайте пожалуйста это марки с аджесом retail price это цена рекомендованная производителем при этом дилер может ее завысить добавить там делать скидку наоборот но это рекомендованная цена от производителя жалко сейчас машина закрыта на принципе я уже показывал не один раз вообще сегодня речь я хотел пойти я покажу несколько вариантов ford потому что есть заказы у меня с казахстана из эмиратов ребята интересуются заказчики до покупатели потенциально интересуются то же самое mustang очень много вариантов то же самое raptor очень популярный модель с этим стал проходной 21 года тоже только единственное что вот у меня сейчас там мы выбираем с алексеем алексей вам привет знаю вы смотрите это видео наверняка выбираем автомобиль мы выбираем gvs или x7 и в этом выборе там слышал про raptor про bronco и соответственно это может быть bronco рассмотреть я всегда говорю что это рассматривайте как минимум второй а лучше третий автомобиль семье потому что прекрасный автомобиль с кучей опций но все-таки это не машина на каждый день для например когда вы ездите по городу или там ездите под по трассе то есть это автомобиль загородный в большей части и конечно он все-таки проходимец я про бронка сейчас говорю от mustang gt версии кто-то недавно тоже из казахстана запрашивает там скидывал вариант они есть на механике 5 литровые 2 и 7 вот это вот эко boost много раз в матовой пленке он синий и он закат и матовый просто пленка это не краска ну красиво смотрится по крайней мере такие машины всегда показывают того чтобы вы могли посмотреть а как будет смотреться автомобиль так нас здесь к сожалению тоже нету пройти пойдем во внутрь и посмотрим что там у нас есть так тут не придется говорить все время максимально громко в камеру и быстро чтобы перебить музыку который играет фоном и чтобы у меня не заблокировал а вот кстати в открытом состоянии посмотрите показан багажник у нас здесь есть покрытие специально уже готовая вот здесь вот у нас мягкое покрытие такое видимо да чтобы можно было хранить мягко еще и утепленное видимо вот тут запчасти вы привязывается потом трейлер сюда и на нем можно переводить мотоцикл в принципе это очень неплохой вариант для тех кто там увлекается мотоспортом здесь порог он выдвигает тоже залезть на него так не представляется возможности посмотрите какой салон он у нас комбинированные наставки из алькантары здесь у нас кожа панорама электрический отодвигается люк сзади у нас есть подогревы сидений розетка американская на 12 вольт и американская пан классическая да в общем все что нужно есть и 2 usb сир слота подстаканники стоит у нас банков сон музыка вот так но сейчас откроем переднюю дверь и должна да вот у нас порог выезжает и мы с вами можем подняться смотрите на ковриках тоже вышиты логотипы прострочка красная надписи harley-дэвидсон ну такое знаете автомобиль все-таки это кич да это целевая аудитория него даже посмотрите на педалях есть вот такой вот логотип это для тех кто очень уж увлечен является поклонником и причем я знаю фанатов таких что они готовы все на свете сделать но вот harley-дэвидсон чтобы у них был это все-таки знаете это целая идеология поэтому люди которые покупают такие машины они не просто тратят деньги они поддерживают свою идеологию а это дорогого стоит и конечно и конечно исполнять свои мечты потому что эти мечты это эмоции сколько стоит эмоции все что эмоции на мой взгляд бесценны да кстати блок аук стоит вот эти вот дополнительные акселеры вот эти вот переключатели вентиляция подогревы зимний пакет естественно видите подогрев руля стоит drive-mod с управлением раздатки блокировка заднего дифференциала от управления понижать полный привод управление тормозным усилием привода в общем куча всевозможных естественно автосвет там и так далее электрон ручник и даже регулируемый по высоте педальный узел шикарно смотрится автомобиль мне кажется если вот этот белый цвет еще закатать матовой пленкой то это конечно будет просто бомба нереально ну и стоимость уже меня вам показал 120 тысяч у него принципе здесь также стоит кстати вот смотрите люстра стоит дополнительно еще здесь для подсветки так и здесь у нас с вами 130 смотрите здесь 134000 видимо что-то еще дополнительно оборудование стоит и 134000 это очень-очень такая недешевая цена в америке это будет еще плюс примерно 10 процентов форме не налоги занимать но я думаю скидочки можно не попросить небольшие если покупать здесь в сша ну что пойдемте посмотрим на ford bronco судя по крыльям это у нас версия raptor по расширителям ну да фары это raptor однозначно в чем плюсы вообще ford и пах при покупке во первых сейчас проходные версии 21 года можно ходить с небольшими пробегом во вторых у них двигатели 2 и 3 2 и 7 и 3 литровый то есть это raptor имеет 3 литровый двигатель он является самым мощным то есть 27 двигателей по моему 315 305 или 315 ради источников указаны разные цены здесь у нас сейчас давайте посмотрим по моему 400 лошадиных сил 380 в общем за глаза ему хватает 2 и 7 поверьте я как владелец бывший ford bronco скажу что но это более чем так ну давайте посмотрим что у нас здесь вот у нас здесь сказано 44 3 литра и к буст в 6 10 ступенчатая автоматическая трансмиссия ну и цена у него 92000 то есть он с налогами выйдет примерно под 100 тысяч долларов ну тут такой интересный цвет и кстати посмотрите меня в инстаграм канале я выложил новые цвета у них появились просто зайдите на инстаграм и посмотрите часто выкладывать телеграмм инстаграмм различные просто там бывает авто новости новые цвета которые появляются и так далее здесь у нас максимальная максимальная комплектация которая бывает а ну нет кстати это ничего не максимум потому что бывает со вставками из алькантары у нас сиденье здесь у нас тоже принтер raptor вынесены кнопки некоторые путаются нету на дверях кнопок тем чтобы открывать закрывать окна это связано с тем что у нас двери съемные то есть я уже показывал что автомобиль который можно превратить кабриолет можно до 200 всего в общем официально только у самого ford больше 700 запчастей дополнительных таких опций которые можно доставить там с ним съемная крыша почему вы можете взять снять всю полностью можете снять только переднюю часть можете только одну часть снять я либо я бывает меняет на прозрачную на мягкую кровлю чтобы она там убирался с различные варианты опций много я всегда говорю что это компьютер конструктор лего для взрослых большой экран у нас стоит естественно здесь посмотрите у нас опции танковый разворот из разворот максимального с минимальным радиусом на месте ну и соответственно блокировки это вот тоже максимально число опции и здесь у нас соответственно управление полным приводом проходимец еще тот поэтому тоже понравится тем кто любит активный образ жизни я ни одну такую машину за время продажи уже отправил в эмират ребята забирали несколько штук я показывал обзоры дел как мы покупали как выбирали с небольшим пробегом сзади места кстати более чем достаточно на мой взгляд здесь место больше чем в лексусе l600 потому что у него зачастую задний ряд не очень комфортно если мы не говорим про ультра лакшери до версию а здесь очень много места не сильно но отклоняется еще задняя спинка то есть принципе даже на какое-то расстояние дальние ездить вполне себе но имейте ввиду это не про великий комфорт а это все-таки про проходимость про надежность про ремонтопригодовство что ford есть ford у нас практически на большинстве версии бесключевой доступ естественно это не только на навороченный вот такой версии топовые raptor здесь открывается наверх вот это вот стекло для погрузки такой более легкой в общем опции множество камеры 360 это тоже опять таки не только на raptor и я показывал свою версию меня было alter banks и в принципе она тоже была достаточно такая опционом богатая здесь у нас с вами ручки механические но бывает электрически мне кажется механика в этой связи получше поинтереснее дни по надежной наверно будет то что машина не опять-таки не про комфорт плюсом большим является цифровой цифровая приборная панель и у меня тоже много видео я выкладываю их телеграме и в инстаграме да здесь еще у нас есть управление жесткостью и вот это вот классная кнопка она и и по запатентовал ford это специальная технология которая не делается акустически а делается за счет именно физики процессов это управление звуком глушителя то есть вы можете сделать максимально громко для того всего детей по режим баха у него этом но он включается только когда вы выезжаете на бездорожье и есть то есть если вы хотите тихонечко выехать есть максимальный quiet режим такой когда включаете нажимаете на кнопку и машина практически ну не сказать что бесшумно но в принципе очень-очень тихо вы можете выехать чтобы никого не разбудить там соседям не докучать да ну и захотели дунуть нажали на громкий режим и показали всем что у вас в общем это raptor есть такая опция новый expedition но все сейчас ждут появление нового линкольна тоже кому надо будет обращать это макс версия то есть это удлиненная версия это одна из самых любимых версий на американском рынке линкольн тоже пороги выдвигая скрыть линкольн тоже выйдет обновленный то есть он не тотально новый на обновленный из нас капитанский кресло сзади третий ряд и я вам скажу что для большинства случаев таких машинах лучше все-таки брать капитанский кресло потому что диван прекрасно до одно посадочное место но проход будет затруднена так как здесь полноценный третий ряд то соответственно проще взять капитаны чтобы дети ну даже взрослые там могли туда проходить спокойно и им будет удобно вот это мне кажется уже несколько такой пережиток прошлого потому что некоторые хотят с экранами я в этом большого смысла не вижу учитывая то что сегодня век гаджетов собой всегда там у пассажиров или у детей там свои там айпэда и так далее мне кажется проще поставить держатель и воткнуть там айпэд с любыми мультиками там сериями но здесь зато без интернета можно подключить там мультики через dvd плеер это у нас с вами все тот же 35 эко-буст 10-ступенчатый автомат v6 к двигатель ну и цена у него 83 460 это у нас версия 4 на 2 она не полноприводная к сожалению это вот фишка такая мне кажется в большей части флоритской кстати тоже стоит манкова сам музыка ну вот такой вот большой экран его сейчас многие автопроизводители в том числе кстати кратер стал использовать некоторые тип огромные экраны такие вовсю центральную консоль в принципе достаточно удобно ничего не могу сказать здесь дополнительно бардачок но это тут у нас все по фордовский все стал все стандартно так что мне кажется опцион один и тот же для многих вид у нового экспедиция на мне кажется стал лучше реальность решетка то есть он уже ну как новый его уже сложно назвать машина уже выпускать думаю мы увидим там через год полтора обновления а вот это конечно уровень это камера 360 она так вынесена виду геометрии кузова максимально далеко странно но факт кстати тоже обратите внимание цифровая панель приборная что это чем это хорошо тем что если вы берете себе например его страну с метрикой да то вы легко переставите из цельсий верни с фаренгейта в цельсии и соответственно из-за миль в километр и у вас все в цифровом виде то есть больше нет этих аналоговых стрелочек точнее сказать в этой версии да и уже не у вас вот автоматически вся американская система переносится в метрическую и вы не испытываете там вот этих вот ну мне кажется они почти все имеют хотя будет какой-то но цифровой фрагмент где можно экспонировать скорость уже самое кстати здесь отдельно от открытие-закрытие экспонировать в километрах и вам будет это комфортно так ну и отчасти новинка это st line кстати это у нас ford полноприводные еще к тому же escape новый сейчас покажу вам цену давайте посмотрим салону тут не сильно что-то там прям так изменилось цифровая панель большой экран очень много унифицированных моментов фордовский руль который нам достался с во всех практически автомобилях достаточно комфортные сиденья и все-таки ford вы знаете это такой местный автоваз простите за сравнение и не надо шутить эту тему я имею ввиду что это местный автомобиль местный автопром максимально такой по цене и качеству ремонтопригодности он максимально дешевый и соответственно он очень очень такой популярный естественно потому что куча программ поддержки для там тех для для военных для учителей для там всяких госслужащих в общем у них есть много опции покупки и это у нас с вами посмотрите полный привод 2 литра эко буст восьмиступенчатый автомат и 40 тысяч 645 цена вот такая вот цена в принципе не сильно большая так а это у нас 24 год и f-150 и который это видите специальная опция 58 он был и 50 тысяч семьсот девяносто один они его скидывают вообще говорю что каждый каждые 45 секунд с конвейера сходит f-150 вот ну по крайней мере по статистике вот так вот ford заявляет ну думаю что так примерно и есть кстати это еще один из самых угоняемых автомобилей в сша вот кто считает не угоняет угоняет и вот это f-150 один сам угоняем их автомобилей не знаю почему здесь у нас что с вами но зимнего пакета у нас толком нет нет ни подогрева ничего зато климат-контроль с тремя опциями очень простая версия 50 тысяч семьсот мне кажется вполне себе цена для такой рабочей лошадки при этом электропривод сидений стоит у него было 58 дилер прайс как бы вариант полный привод это вариант чисто рабочий такой для работы за 50 тысяч можно себе купить и работать ездить фаркоп все дела сзади как всегда много места это у нас крепление для струбцины показано если вы что-то делаете да вы просто багажник открыли там есть у нас здесь сантиметр такой ну здесь кстати здесь кстати его нету обычно крышки там сантиметр там и сантиметрах и вынчих и розетка есть так давайте покажу еще до кучи вот эти вот два автомобиля а давайте я вам следующую часть запишу запишу вот этот покажу range over 2 ford и вернусь я хочу к раптору f-150 ему вернуться показать вам что да как а ну и супер баха потом тоже покажу кто не видел давайте ребята увидимся друзья мои в следующем видео и с вами там посмотрим продолжение этого видео спасибо что были на канале увидимся